Профессия предопределенная судьбой. Телекомпания ТВН продолжает серию заверисовок, посвященных выдающимся работникам Магнитогорского металлургического комбината. Среди них и старший машинист локомотива локомотивного цеха Радик Зайнулин, получивший звание заслуженный работник транспорта Российской Федерации. Вот уже более 30 лет Радик Зайнулин перед выездом проводит обязательный профилактический осмотр локомотива. Ведь сидеть в теплой кабине, следить за дорогой, регулировать скорости и подавать сигналы – далеко не единственная обязанность машиниста. Ну, конечно, это не так. Мы же не наездники. У нас бы и варежки были бы чистые, белые, и бы ходили в белых халатах. Конечно, мы занимаемся не только вождением локомотива, обслуживанием, ремонтом занимаемся. Ну, ежесменно, как вы видели, мы должны принять локомотив. Экипажную часть, верх, дизель, агрегаты, узлы. У нас специально есть технологическая карта по приемке смены. Кроме этого, примерно раз в неделю машинисты отгоняют локомотив на пункт технического осмотра, где производят мелкосрочный ремонт. Радик Фаатович все модели локомотивов знает, как свои пять пальцев, включая и новые, не так давно пришедшие в цех машины – ТМ-9. Перед вами пульт управления тепловоза ТМ-9. Это экран машиниста 394. Мы управляем им при необходимости торможения составом. Не затормозить при выборе пути – одна из ключевых задач в жизни любого человека. Но у Радика Зайнулина было не так. Профессия сама нашла его. Да и какие могут быть переборы вариантов, когда большая часть детства прошла в кабине тепловоза. Дядя-машинист регулярно брал мальчишку в поездки. В памяти осталась даже та самая первая встреча с огромной гудящей машиной. По-московской была ветка железнодорожная. И там трестовские локомотивы, поезда ходили. Там дороги как таковой, как сейчас, не было. Была железнодорога. И вот дедушка меня привел, посадил к дяде. И дядя меня кружок прокатил на паровозе. Я сам где-то попробовал там порулить. Но тогда уже на угле не было паровозов. На мазуте были. Ну и все. И так я катался, катался и в итоге прикатился. Затем было училище, армия. И только после службы мечта обрела реальные черты. Радик Зайнулин устроился на комбинат помощника-машиниста. А чуть позднее, в 1991 году, стал машинистом локомотивного цеха Магнитогорского металлургического комбината. Машинист первого класса постоянно передает знания молодому поколению. Постоянно подсказывает, что-то где-то помогает. Также проконсультирует. Всегда даст дельный совет. Бригаде пользуется авторитетом, уважением среди коллег. Никогда не было замечаний со стороны вышестоящего руководства. Почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» Радик Фаатович Зайнулин оценивает как награду всего коллектива, который, по его словам, в локомотивном цехе просто отлично. Как, впрочем, и 30 лет назад. Дружба, сплоченность, взаимопомощь – это то, что передается здесь из одного трудового поколения в другое, вне зависимости от тех глобальных изменений, которые происходят на промплощадке с течением времени. Конечно, технологии у комбината очень сильно изменились. Появились новые станции в огромном количестве. Конечно, директор комбината развивает, очень развивает комбинат. Но у нас-то работа не меняется. Мы как обслуживали, так обслуживаем локомотивы. Ну, наша задача – обеспечить бесперебойные перевозки грузов по комбинату. Но мы справляемся. Галина Смирнова, Денис Иванов, телекомпания ТВИН.